Приветствую вас, Елена, и, конечно, может быть, он одумается и где-то процентов, наверное, 50, что он это сделает, действительно. Есть только одна сложность, на которую я хотел бы обратить внимание. Она состоит из двух частей. Первая часть – это то, что благословавство стало ударом, и вторая часть – это то, что причина, по которым произошло то, что произошло, а именно, что мужчина ушел, значит, к другой женщине, вот, и всплывал от вас то, что, ну, вот, он находится в отношениях. Это, скорее всего, может повториться, повториться. Это, скорее всего, может повториться, потому что, ну, если, условно говоря, если вы сами, вы сами в своем поведении ничего не измените, да, если вы сами в своем поведении, вот, лично вы ничего не поменяете, ну, вот, то я думаю, что ситуация может повториться, и будет это, я бы сказал, далеко не лучшим образом для вас. Поэтому, в первую очередь, в первую очередь, то, что, на мой взгляд, вам требуется сделать это, прожить, например, чему, через тебя, продаваться для тебя, удаляясь, как вы, видимо, другого Damnogen и привлекли, то есть, перейдите, что ему, обратно говоря, могло не понравиться, что ему, что его, обратно говоря, могло не устраивать, вот. Вот, и, соответственно, после этого уже можно будет делать какие-то выводы. После этого уже можно будет говорить о том, что делать дальше. Потому что, ну, сейчас ситуация такова, что вы сами можете не знать и не понимать, почему он ушел, и если он вернется, то вы также не будете знать, в чем, собственно, проблема и как эту проблему решать. Вот, а если нужно, например, изменить вам еще раз, то удар будет не менее болезненным, как мне кажется, по крайней мере. Вот, и, соответственно, на мой взгляд, вам нужно позаботиться, в первую очередь, о самой себе. Вот, и не позволять, не позволить человеку, да, причинить вам боль, с одной стороны, вот, вот, а с другой стороны, не позволить ему самому быть самым с вами несчастным, а именно это, судя по всему, произошло. Братите, пожалуйста, внимание на то, что вы говорите, что он надумается, подразумеваю, что в этом только его ответственность, а ваше ответственности нет. Мне кажется, что крайне важно, чтобы вы приняли свое ответственность в том, что произошло, в том, что случилось. Вот это необходимо, необходимо для того, чтобы отношения ваши могли развиваться. Но это необходимо для того, чтобы отношения ваши могли, ну, двигаться в куда-то, просто куда-то. Вот, а если вы будете считать, что только ваш муж, там, условно говоря, виноват, или что это только, ну, его ответственность, вот, то, мне кажется, кажется, что это ни к чему хорошему не приведет на злоу сессии совсем, поэтому решать здесь, конечно, вам. Вне всякого сомнения, вот, совершенно вне всякого сомнения, вам больно, вне всякого сомнения, вам трудно, вне всякого сомнения, вы переживаете, чувствуете злость и обиду. Важно об этом говорить, важно не зажимать, не забивать ту боль, которую у вас может быть. Важно говорить об этом, разговаривать об этом, выражать это, чтобы человек, ну, в данном случае, ваш муж знал о том, что вас беспокоит. И, если он будет знать, что беспокоит вас, то, может быть, вы сможете лучше для себя понять, что беспокоит его. Ну, мне кажется, это, в принципе, вполне логично. Надеюсь, это логично и для вас тоже. Вот, итак, итак, ключевым моментом, я надеюсь, как я надеюсь, вы поняли, исходя из того, что я вам здесь сказал, является, с одной стороны, принятие личной ответственности за то, что произошло с одной стороны, с другой стороны, а другой стороны, это, значит, уделение внимания тому, что, условно говоря, тяжело и болезненно вам. Там, где вы сами чувствуете себя, ну, в какой-то степени зависимый, отделенный, там, не знаю, задетый, униженный, обманутый и так далее. Это все достаточно серьезные вещи, на мой взгляд, на которые вам нужно обратить свое внимание. Потому что, если вы этого не сделаете, если вы не будете обращать на это внимание, то ситуация может порталиться вновь. Вам вновь будет больно, вот, вам вновь будет тяжело, вам вновь будет крайне неприятно, вот, – а-а-а… для обидов будет заэскаливать, вот. Мне бы хотелось, чтобы этого не было, вот. А-а-а-а-а-а-а… конечно, конечно. Что делать в той или иной ситуации вы можете вполне решить сами. Я думаю, что вы вполне способны на это. Мне кажется, что вот как я по крайней мере вижу свою задачу, моя задача в том, чтобы помочь вам например заметить какие-то вещи, которые сами вы заметить возможно не можете в силу того, что например, может быть в силу того, что привыкли находиться в определенной такой парадигме, которая не совсем удовлетворяет вас, но и по-другому как-то вы, мягко говоря, и не привыкли. Поэтому тот факт, что вы находитесь во власти привычной модели победения, он естественный. Это нормально. Это нормально абсолютно. Важно немножко другого. Да? Важно немножко другого. Важно, чтобы вы хотели развиваться, вы хотели находить что-то новое в своих отношениях. Вот. И тогда тоже будет хорошо. Пока что мне кажется первоочередной задачей заметить то, какие конкретно ваши действия привели к тому, что мужчина ухудшил бы. Ну вот. Я вот, я, я бы вот так сказал бы. Пока что. Я бы он, на этом бы, ну, заострил ваше внимание сейчас. То есть не ждать, а думать он или нет. А, вот посмотреть. Например, что из того, что я делал, привело к уходу мужчины, например. Это первое. Второе. Что из того, что я делал и что привело к уходу мужчины, я хочу продолжать. Продолжать делать. Вот. От чего из этого я не готова, там, отказаться, например. Например. И так далее. Т.е. Вот это и будет по факту исследование своего вклада. Исследование с твоей субъективной стороны. Вот. Что и подходит в дальнейшем основой для развития ваших отношений. Потому что за своим мужем, если он к вам захочет вернуться, то есть будет уйстить себя немножко иначе. Вот. Ну, не обязательно, что прям, 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 прям вот, знаете, там, совсем иначе. Не обязательно, что вы будете вести себя прям совсем по-другому. Потому что за это и не нужно, и не нужно, как мне оказывается. Но, если, если какие-то изменения будут, это уже, на мой взгляд, было бы здорово. Вот. Главное, чтобы вы допускали мысль о том, что если только ответственность вина мужчины, ну и ответственность ваша. И чтобы не искать винового виноватых и правых, так можно дойти на самом деле уже очень, ну, далеко. Да? И ни к чему не прийти. Виноватых искать и правых, наверное, не стоит. А вот, что стоило бы это посмотреть, а от чего я хочу взять. Да? Ну, просто, просто. Что-нибудь для меня. Вот. А, я бы сказал, что, так, я бы сказал, я бы так вам ответить, наверное. Вот. А, на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Я хотел бы пожелать вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы формулируете некую, некую обратную связь. Удачи! Удачи!